Дементьева Ниля Ивановна 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 еще погибли два сына. Папа погиб, умер от ран в госпитале в январе 42 года. Мама работала на полях колхоза, убирали урожай. Урожай убирали, от комбайна водили, зерно и наливаторы водили зерно на боках. Когда мне исполнилось шесть лет, я помню, мама взяла меня за руку и мы пошли в клуб, где председатель Сельсовета объявил об окончании войны. Люди плакали, но были рады, что закончилось наконец. Это такое тяжелое время, кровотворительная война. А как Вы вообще переносили голод и что Вы ели? Да, во время войны в селе был голод и после войны тоже такой же голод был. Дети в основном питались растениями, крапивой, лебедой, горлюхой, клевером, который мы называли кашкой. Бегали мы и в колхозный сад. А чтобы добежать до этого сада, надо было переплыть речку. Проходили через крапиву, колючки и собирали там землянику, вишню, смородину, ежевику. Эти мы питались. А родители пекли нам из лебеды и из крапивы даже. Пекли нам пышки, блины, которым питались. Но были случаи отравления и дети могли умереть. А Вы учились в то время? Да, я пошла в школу после войны 8 лет. В 7 лет меня не пустили. И помню, как мы в первом классе ходили, по полю собирали колоски. Нам шили из тряпок сумки. И вот мы через плечо с этими сумками ходили по полю. А зимой в школе было очень холодно. Да и в домах тоже холодно было, потому что топили печки, галанки навозом, соломой. Родители привозили в школу навоз, чтобы стопить печки в школе. Было очень холодно. Замерзали чернильницы. Писать было очень трудно. Нерзли руки, растирали их в варежках. И от дыма, который шел от навоза, дети могли угореть. Бабушка, а как Вы одевались в то время? Моя бабушка была портникой. И она из старой одежды шила фуфайки, пальто, платье. Даже приходилось шить тапочки на резиновой подошве. Ну что еще можно было одевать? На ногах были рваные башмаки. Потому что у многих детей не было даже что надеть на ноги. Было очень холодно. Но все равно ходили в школу и учились. А Вы вообще помогали с родом трудиться? Дети, несмотря на свой возраст, всегда старались помочь своим родителям. В уборке урожая, в прополке свеклы. Помню, как грузили зерно вручную. Насыпками. Это такие наподобие ведер. Только без ручек. Нагружали это зерно в машины. И разгружали. Возили на элеватор. Тоже там разгружали это зерно. Было очень-очень тяжело. Но пережили все это. Бабушка, а как ты считаешь, чему Вас научила трудное военное и послевоенное время? Да, дети войны пережили очень много. И холод, и голод. Но трудились все вместе, помогали друг другу. Были дружными. После войны дети научились выносливости, взаимовыручки, преодолению самой трудности. И любили свою родину. Бабушка, спасибо тебе огромное за рассказ. Я тобой очень горжусь и буду брать с тебя пример. Мы, внуки детей войны, должны всегда помнить не только о подвиге наших прадедов, но и еще о стойкости и выносливости в военные и послевоенные годы наших дедушек и бабушек. Любить их и помогать им. Субтитры создавал DimaTorzok